Добрый вечер тем, кто присоединился. Приветствуем вас на сегодняшней дискуссии, посвященной конфликтам доодипального периода, важным периодам, которые закладывают важные аспекты, влияющие на развитие личности, в том числе и общего поведения. Эта дискуссия проходит в рамках курса. Мы видим наших участников, они пришли нас поддержать. Большое спасибо, рады вас видеть. Курс «От ЭДИПа до наших дней», где мы разбираем возможности психоаналитического подхода к терапии нарушений общего поведения. Конечно, мы приветствуем участников из разных подходов, мы об этом говорим. что независимо от того подхода, в котором вы консультируете, вы можете присоединиться и участвовать в этой программе, поскольку мы расширяем контекст и предлагаем инструменты психоанализа для консультирования клиентов, в том числе с нарушением общего поведения. Надеемся, что эта дискуссия будет вам полезна, поскольку вы здесь, это не может нас радовать, значит, что предложенная тема находит у вас отклик. И мы будем рады видеть вас на продолжении курса. На курсе мы рассмотрим основные защиты, феномен переноса, контрпереноса, который испытывает терапевт с фокусом на нарушении пищевого поведения. Значит, как себя чувствует терапевт с клиентом, переживающим те или иные баталии с едой. Еще раз приветствую вас. Слышу, у кого-то микрофон включен. Пожалуйста, пока презентация выключена, если хотите сказать что-то голосом, пожалуйста, это можно сделать. Участвуйте голосом, либо напишите ваши комментарии в чате. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, коллеги. Спасибо вам большое за интерес. У нас все становится все больше и больше. Я повторюсь уже то, что сказала Галина. Нам очень хотелось бы создать такую площадку для терапевтов разных направлений, работающих с расстройством пищевого поведения, создать такое пространство, в котором можно приходить, делиться опытом, делиться компетенциями. Да, у нас есть учебный курс, у нас есть еще интервизионные группы. Я вижу постоянных участников. Тоже им спасибо. Либо где-то вот примерно раз или два раза в месяц мы так примерно собираемся и обсуждаем клинические случаи реальные. Я традиционно прошу включать камеры. Знаете почему? Потому что это очень удобно, слушать лектора и не быть лектором. Как бы, да, быть и не быть. А быть вот в пространстве психотерапевтическом это очень сложно. Очень сложно выносить клиента. Очень сложно быть с ним вот в его переживаниях. Очень сложно быть в моменте. То есть это такая, знаете, и тоже быть здесь и не быть, это тоже так удобно. И я вам предлагаю такое делать маленькое упражнение быть здесь и быть здесь. То есть включаться, как бы присутствовать. Ну, во-первых, мне просто и приятно вас видеть, а не черные окошечки. А во-вторых, это и для вас тоже очень такой полезный опыт переживания, когда вы здесь, и вы не пытаетесь как бы ни за какие защиты спрятаться. Вот вы в этом моменте есть. Да, это вот все, про что наша терапия. Если мы говорим уж так о психоанализе, это все переживание и бытие с клиентом, со всеми его сложными эмоциями. Ну что ж, у нас сегодня тема, Галина обозначила, как одепальные конфликты. Я подойду немножко так издалека, как бы просто о конфликтах я хотела бы для начала поговорить. У меня написана презентация, мы, наверное, ее разделим на два приема. Сейчас я ее включу. Где бы мне ее найти? Чего у меня тут только не открыто? Одну секунду. Я думаю, что мы сегодня час или полтора часа? Как у нас? Мы до девяти. Тогда мы сегодня половину освоим. Психоанализ и РПП. Отсутствие присутствия. Вот такая парадоксальная фраза. И почему я вас тоже прошу включиться? Я вас прошу быть. Я хочу и присутствовать, и еще быть здесь. Я хотела бы с вами обсудить краткий, кратко обзор психоаналитических подходов и вот именно проблематику внутреннего конфликта, то, чем занимается психоанализ, когда мы занимаемся расстройством пищевого поведения. Ну, про меня известно, что я клинический психолог, психоаналитик и специалист в области расстройства пищевого поведения. Вот есть такая замечательная книга. Я знаю, что уже вышла эта статья на сайте. Галина ее опубликовала. Да, мы разместили. Да, мы разместили. И одно дело читать, а другое дело, знаете, вот обсуждать и как бы вместе вот вникать в это, да. Вот ссылка на эту книгу есть. Я буду сегодня вот по этой статье идти, но будут клинические венетки, и мы будем с вами включаться. И, пожалуйста, у нас дискуссия, поэтому чувствуйте себя свободно с вопросами. Единственное, вот пока вы не говорите, можно микрофон выключить, а когда вам хочется что-то сказать, включайте микрофон, говорите. То есть сегодня такой не лекционный день. Вот эта книга, которая опубликована в 2017 году, и которая называется «Психоаналитический подход к расстройству пищевого поведения», она доступна, но доступна как-то очень хитро. Вот мне не удалось ее купить и прочитать, но доступно было вступление самого Тома Улдриджа, который как бы пишет вот о чем. Несмотря на очень длительный и очень богатый вклад психоаналитиков в лечение расстройств пищевого поведения, современные исследователи или как бы современное сообщество терапевтическое, оно как будто бы забыло об этой работе, или как будто игнорирует эту работу, или как будто игнорирует вклад психоаналитиков в эту тему. И он, Том Улдридж, он многократно отвечал глубину и сложности именно переживаний клиента. и то, как эта сложность накладывается на процесс формирования его симптоматики. Но, тем не менее, мы знаем, что исследователи в современное терапевтическое сообщество полагаются или продвигают какие-то научно подтвержденные методы, вот как бы исключая психоанализ из этих методов. И эти методы, как правило, сфокусированы на быстром выключении симптома или на быстром отключении симптома. Вот о чем он пишет. То есть он пишет о золотых стандартах. То, что мы часто слышим, золотым стандартом при лечении анорексии является то, то и сё, то. Ну, всё, что угодно, только не психоанализ. Кстати, Том Улдридж, я буду сегодня делать очень много ссылок. Автор уникального исследования «Анорексия у мужчин». У него есть отдельная книга. «Понимание анорексии у мужчин». Пожалуйста, ещё одна книга. Вот золотым стандартом лечения анорексии считается, например, семейная терапия, пишет Том Улдридж, которая находится в некоторой позиции агностика. Ну, то есть какой-то в позиции такого отрицания по отношению, собственно, к этиологии, к факторам происхождения расстройства. Собственно, расстройство-то приключается в семье, начинается в семье или происходит из семьи. И как будто бы они, как агностики, относятся к факту тому, что, собственно, роль семьи играет в происхождении, большую роль, семья играет огромную роль в происхождении, собственно, расстройства. И также и отрицается какой-то общий факт, что нет единой общей схемы семейной терапии, которая бы отвечала причине появления расстройства. Хотя вот это отсутствие какой-то общей схемы или общего какого-то протокола, или общего какого-то, знаете, как у нас ещё говорят, типичный портрет пациента с булинином, типичный портрет семьи пациента, в которой есть анорексия. Нет такого типичного портрета семьи. И вот этот факт как будто бы отрицается. Хотя он бы мог смягчить как раз и стыд, и стигму, и это облегчило бы, собственно, вхождение в терапию на первых парах. И Том Волдрич пишет, что я думаю, что у нас, да, несомненно, есть желание помочь пациенту быстро и как бы выключить его симптоматику. И в этом желании выключить симптоматику есть наше желание быстро помочь клиенту, да. Ну, а также, а также есть некое бессознательное, а может быть и вполне сознательное желание терапевта уклониться от тяжёлых переживаний клиента и от конфронтации с этими тяжёлыми переживаниями. То есть, может быть, терапевтическое сообщество не совсем готово как бы к столкновению с глубинными конфликтами, с глубинными переживаниями. Ну, легче помогать вот поверхностно, на линейном уровне. Вот сам, кстати, автор. Профессор, между прочим, психиатрии, преподаватель в университете Голденгейт в Сан-Франциске. И о нём есть, у него есть отдельный сайт, у него вот как бы есть, он упомянут в Википедии. Он пишет, когда я работаю с пациентами с анорексией и смотрю на них, я думаю, произошла какая-то катастрофа. А их цела – это такие полотна, отражающие эту катастрофу. Возможно, у терапевта есть искушение избежать столкновений и погружения в эту катастрофу. И как будто бы быстрое выключение симптоматики и быстрая помощь симптомам, она помогает, она как бы позволяет так вскользь пройтись по этим катастрофам. Это только слегка коснуться вот этой войны, которая там где-то разразилась и разыгралась. Психический пейзаж пациентов с расстройствами пищевого поведения состоит из одиночества, беспомощности, изоляции, стыда, вины и замешательства. И эта борьба их и это их переживание никогда не будет отражены и учтены в назначении таблетки, в выполнении ими упражнения. Несмотря на очевидную пользу обоих, то есть психодинамическая, психоаналитическая глубинная терапия помогает им высказать невысказываемое, невысказанное и вынести невыносимое. Ну и сегодня, наверное, мы пройдемся так вкратце по школе в лечении, наверное, больше не буду затрагивать. Модель в лечении Зигмунда Фрейда основана на капитальной работе, которую я вам всем предлагаю почитать. Будут ссылки далее. В лечении их судьбы. Эта работа написана в 1915 году. Это колоссально тяжелый труд. И если честно, вот освоить его в одиночку чрезвычайно сложно. Понять, переварить и усвоить. И я думаю, что и вообще любое творчество, любое произведение Зигмунда Фрейда, они читаются достаточно тяжело. И люди, которые, в общем, критикуют Зигмунда Фрейда или его труды, я думаю, по сути, они не брали за труд его прочитать и усвоить. Это человек колоссального ума, необыкновенного интеллекта и очень грамотный для своего времени. Модель конфликта в лечении предполагает, прежде всего, психосексуальный подтекст симптомов, в том числе симптомов расстройств пищевого поведения. И переговоров вот этих трех инстанций, о которых вы, наверное, все слышали. Оно, я, сверх я. Они там по-разному называются. Которые, вот инстанции, они имеют совершенно разные цели. И ранние теоретики связывают анорексию с оральной фазой психосексуального развития. Вот оральная фаза еще описана в произведении Зигмунда Фрейда. Еще второе такое глобальное, которое имеет смысл, с которым ознакомиться, это, конечно же, три очерка по теории сексуальности. Вот эти такие две базовые работы. Если вы хотите столкнуться хотя бы с психоанализом, не с поверхностным каким-то его преподаванием, не с поверхностным его внедрением, а со всей глубиной, то хотя бы вот можно попытаться их прочесть. Это очень сложная работа. Ранние теоретики связывают анорексию с оральной фазой психосексуального развития. Я везде вот сейчас буду подмечать психосексуальное. То есть это не просто развитие ребенка, это психосексуальное развитие, которое начинается с плоденчества. Отмечая вот это чрезмерное наказующее сверхъя пациента и склонность к самоуничижению, к самоотвержению, сопровождающие оральные импульсы. То есть это некий конфликт между инстанциями. Супер-я и я, допустим. То есть сверхъя, родительская фигура, интроект родительской фигуры, он какой-то уничтожающий, какой-то жестокий родитель. Ну вот так вот, если по-простому. Кроме того, голодание рассматривалось как защита от фантазии об оральном поглощении. Это еще одна. Еще одна тема. То есть здесь каждое предложение – это отдельная тема, отдельная как бы теория конфликтов. Человек есть человек поглощающий. Человек поглощает мать, он поглощает среду, он все поглощает, он как бы общается с миром через поглощение, через усваивание, через эту интроекцию. И когда это поглощение становится опасным самим человеком, самим субъектом, то включается как будто защита от этого поглощения. То есть я боюсь поглощать этот мир. Это что-то опасное. И смотрите, годы опубликованных работ – 1942 год, автор Молтон, Роуланд, 1970 год. Ну и Хелен Дойч – это психоаналитик первой волны, проходивший анализ, по-моему, самого Зиммунда Фрейда. В любом случае, работа о психоанализе сексуальных нации женщин опубликована еще в 1940 году. То есть уже тогда психоаналитики уже пишут и публикуют о расстройствах пищевого поведения, о каких-то нарушениях в лечении. Ну, про в лечении мы будем, наверное, отдельно разговаривать на модуле. Я постараюсь найти, или у нас будет отдельная дискуссия, потому что теория в лечении – это отдельная тема, которую хотелось бы просто отдельно разобрать. Другие аналитики видят в голодании защиту от оральных садистических фантазий. Вот буквально сегодня маленькая клиническая виньетка. Сегодня была консультация с родителем ребенка возраста 7 лет. Мальчик не ест ничего, кроме макарон. И с трех лет у него началась история по постепенному отказу от разных продуктов. Но проблемы с ребенком в питании начались уже на фазе прикорма. То есть, когда начали прикармливать и внедрять разные новые продукты, вот он тогда сразу демонстрирует очень какую-то сильную избирательность. Сейчас ситуация достаточно плачевная. Он до возраста 3-4 лет что-то еще ел. Но с возраста 3 лет он начинает активно сокращать окно потребляемых продуктов. И отец говорит, что совсем недавно это было два продукта – суп и макароны. Причем из супа он съедает только картошку, то есть тоже только углеводы. А сейчас он отказался от супа и остались в ходу только макароны. И что интересно, я расспрашиваю, а как были отношения с грудью? Ну, интересно, что на консультацию пришел папа. Это к вопросу о конфликтах. Я написала, что я бы хотела видеть на консультации маму, папу и ребенка. Консультация была по скайпу. Я бы хотела всех видеть на консультации маму, папу и ребенка. В любом виде ребенка не надо никуда пристегивать. Пусть ребенок бегает по комнате. Я хотела бы на него посмотреть. Я хотела бы посмотреть на маму. Я хотела бы посмотреть на папу, на всю семью. Папа все это, в общем, проглотил и выплюнул, потому что на консультацию пришел папа. Без мамы, без ребенка. Сделал все по-своему. Сейчас немножко к конфликту. Что там разыгрывается в семье. Так вот я спрашиваю, как там с грудью? Он говорит, ну, насколько я знаю через маму. С грудью было следующее. Сейчас у мамы родился второй ребенок, и она говорит, вы знаете, по сравнению со вторым ребенком, оказывается, первый ребенок, мальчик, который избирательно питается, оказывается, сосал грудь совсем по-другому. Он вообще-то ее кусал, и мне вообще-то было больно. А я спрашиваю, во сколько? Сколько было лет? Ну, сколько, какой возраст? А мне говорят, три месяца уже больно. То есть уже с самого рождения ребенок кусает грудь. И он не наедается, и ему вводят бутылочку. А я спрашиваю, а что он делал с бутылочкой? А они говорят, а он бутылочку разгрызал в дрызг, то, что было в бутылочке, вот часть этой соски. То есть он ее разгрызал в дрызг. То есть здесь мы уже сталкиваемся, видите, какой ранний конфликт. Какой Эдип? Там три месяца ребенку. Он уже грызет эту грудь, он уже пытается что-то сказать своим родителям, что его что-то не устраивает. То есть вот мы здесь имеем дело как раз оральные садистические фантазии. И поскольку это нельзя, тогда лучше вообще отказаться от еды. То есть это очень такой сложный случай. Но вот он пример ранней оральной фиксации именно в садистической фазе. Авторы Берлин, Боутман, Шеймо, Шурек, работа 1951 года, Массерман, работа 1941 года. Ну, на русский язык мы имеем вот из всех упомянутых представителей только Хелен Дойч, и, в общем, там ничего про анорексию нет. Это такая основополагающая работа о психоанализе сексуальной функции женщины. Так, вот смотрите, здесь есть очень интересная ссылка сверху. Это с Томом Волдриджем сделано интервью, и там эпизод, вот это как модное сейчас, модное сейчас такое явление, когда они нам наговаривают такое длинное интервью, и можно послушать на... Кто владеет английским языком, может послушать это интервью. Что еще мы имеем в школе в лечении? Анна Фрейд, продолжательница идей своего отца, изучает поведение младенца в 1946 году. Она отмечает напряжение в кормлении младенца, она говорит об амбивалентном отношении младенца по отношению к матери. Это вот то, что клиническая виньетка нам показывает. Ребенок кусает материнскую грудь, ребенок кусает мать, он хочет ей сделать больно, он очень сердится. Кстати, вот отец этого ребенка рассказывал о том, что из таких, из необычных как бы вещей этого ребенка нельзя было накормить, потому что он как бы не накармливался грудью, хотя прибавлял хорошо. То есть у него педиатрическая норма, ну она была в норме, педиатрическая прибавка. Но он очень сильно плакал после кормления. И он плакал буквально как резанный. То есть его было невозможно успокоить. Он успокоился только, когда ему стали давать бутылочку. Я думаю, что он был не столько голоден, сколько он был зол. Видимо, эту бутылочку можно было, но это мои предположения. Видимо, эту бутылочку можно было кусать и грызть сколько угодно, потому что мать уже не вздрагивала, мать уже не выдергивала грудь. Ну и с едой аналитики связывают такие гораздо более сложные понятия поглощение, отторжение, фрустрацию, благодарность, любовь и ненависть к объектной школе. Когда мы отойдем попозже, вспомним Мелни Клянь, которая говорила о том, что младенцы имеют агрессию от рождения, и они могут испытывать зависть, в том числе по отношению груди от рождения. Ну а мы всегда, как психоаналитики, помним про то, что еда – это всегда какая-то субститут матери. То есть первое, что мы смотрим, это в отношении ребенка с матерью. То есть если отец появляется гораздо позже, хотя отец появляется обязательно в этих отношениях, не у всех клиенток, не у всех клиентов, но мать – это то, что ест ребенок, ребенок ест мать первые несколько месяцев. Он ест грудь, но он ест фактически мать. То есть еда равно мать. То есть еда – это очень такая многослойная метафора для ребенка. Благодарность, любовь и ненависть. Авторы Тома, 67-й год, Ритво, 84-й год, Розе, 43-й год, связывают анорексию с возрастлением и изменением, когда симптом является сопротивлением этому процессу. И это очень хорошо можно заметить на тех… Если кто-то консультирует девочек, подростков, то да, мы можем столкнуться вот этим с нежеланием становиться женщиной. Страх становления женщиной и страх идентификации себя с материнской фигурой. Если мать каким-то образом была не переварена, не переработана, то идентифицироваться с матерью и стать как мать и войти в материнское тело женское очень сложно, и тогда они делают что-то, чтобы этого не происходило. Они иногда прямым текстом говорят, они не хотят взрослеть, они не хотят месячных, и поэтому они голодают, они не хотят грудь, поэтому они голодают. То есть действительно расстройства манифестируются во время пубертата или в период значительного роста, но это не значит, что они зафиксированы на этой фазе. Они там в раннем детстве, когда ребенок идентифицируется с матерью, девочка, ребенок идентифицируется с матерью. А мы знаем, что для того, чтобы пройти процесс сепарации возраст 2-3 года, нужно сначала с матерью идентифицироваться, прежде чем от нее сепарироваться. То есть это ранние такие процессы. Я кто? Я как мать. Я какая? Я вот она. Я вот эта. Ну и еще один наследователь Шварц, 1988 год, связывает конфликт драйв или конфликт лечений. Драйв – это такой английский термин, который не совсем удачный. Французский аналог, перевод слова влечения, немецкого слова влечения – это пульсион. Это что-то такое, что живет, пульсирует и живет в нас постоянно. Это некая сила, которая нас на что-то постоянно толкает. Драйв – ну вот это английская версия. Совсем недавно конфликт лечений в булимии Шварцем рассматривается, как он оспаривает точку зрения о неспособности материнской, о неспособности материнской фигуры в период симбиоза. О чем будут говорить, мы потом попозже эту тему затронем, представители школы объектных отношений. Они говорят о том, что мать не способна контейнировать понятие веникота, мать не способна инвестировать, мать не способна, вернее, извините, биона контейнировать, мать не способна к холдингу понятия веникота. Мы на теоретическом курсе будем более подробно это все рассматривать. Это не про мать, которая не способна в период симбиоза, а некая амбивалентность матери к ребенку. И у кого из вас, и сегодня я, кстати, такую клиническую венитку предложу, у кого из вас были клиентки с булимией, с маленькими детьми, там очень много можно услышать про то, что я этого ребенка, если они это могут произнести вслух, если они это могут себе позволить, люблю и ненавижу. И чаще это как ненавижу и люблю, ненавижу и вынуждена любить. Сегодня такой случай, делюсь таким случаем. Или ребенок как нарциссическое продолжение. То есть ребенок нужен для того, чтобы порешать какие-то свои вопросы. Что было? Потому что у всех есть. Потому что без ребенка я чувствую себя какой-то неполноценной. То есть это материнское, амбивалентное отношение к своему ребенку. И ребенок, который в этой матери, из этой утробы вышел, этой матерью вскормлен, вот он дает такое амбивалентное отношение к еде. Он как бы наедается и его рвет этой едой. То есть он вот это вот и демонстрирует. И вот здесь появляется отец. В этих сценариях отец, обычно сверхстимулирующий, соблазняющий. А ребенок предлагает материал первичной сцены. Вот у меня такие случаи есть. Буквально клиентка рассказывала о том, что ранний развод в возрасте, до пяти лет мать бросила ребенка. Как бы она ушла замуж в другую семью, а расставила девочку с отцом, а отец начал устраивать свою взрослую жизнь. И он брал девочку на свидание, водил. И там бесконечные вот эти соблазняющие сцены. Девочка боялась спать. И боялась проснуться. Боялась ходить в туалет ночью. Ну, у девочки, понятно, нет никаких отношений. Там 27 лет девственница. Не было никаких отношений. И очень такое сильное переедание. Как защитная реакция. От женской части. От своей женственности. Чтобы не быть женщиной. Чтобы не вовлекаться в это. Вот буквально мы дошли до этого места на сессиях. Что тело рассматривается как защита от того, чтобы не быть женщиной. Но про это очень много пишет Сюзи Орбах. Кстати, в своей знаменитой книге «Жир феминистское дело». В конце там у меня есть ссылки на эти книги. Сюзи Орбах. Еще одна известная, кстати, фигура в области психоанализа. Если вы знаете, не знаете. Сюзи Орбах была терапевтом принцессы Дианы. Когда-то проходила свою терапию от булимии. Она написала книгу «Жир феминистское дело». Эта книга довольно часто цитируется. Но по некой иронии судьбы книга так и не была переведена на русский язык, кстати. Ее можно купить только на английском языке. Подробности терапии мы, в общем, не знаем. Если честно, как бы Сюзи Орбах была, я думаю, нормальным психоаналитиком. Она подробности никогда никому не расскажет. Но какие-то сведения просочились. Здесь, в общем, известно, что она была терапевтом принцессы Дианы. Так вот, эти депальные желания набивания себя едой и дальнейшее ее исторжение часто происходят и облегчаются фаллическим пальцем. Знаете, да, что такое фаллический палец? Средний палец символизирующий фалос. И во многих культурах, во многих средах вот этот палец, он символизирует фалос. Так вот, им, собственно, и исторгается еда. Таким образом и исторгается еда. И вот этот исследователь видит такой конфликт защиту от эдипальных желаний, от эдипальной пары. В некотором смысле защищает себя от отождествления ребенка с обоими родителями. Ну что ж, клиническая виньетка. А вообще все интересно, понятно, все как-то спокойно там будет. Есть какие-то вопросы? Материал сложный. Я согласна, что так сразу такая бомбардировка тяжелой артиллерии. Молчание, да? Мальчик, да? Спрашивают. Вот, Зоя комментирует, что я бы тоже не пришла никогда с семьей на консультацию. Это по поводу отца, который один пришел. Вот. И она спрашивает, если ребенок выплевывает соску и грудь, сосет очень слабо и лениво, как это можно интерпретировать? Почему ребенок слабо сосет грудь? Выплевывает соску. Или выплевывает соску. Ну почему, подождите, соска или грудь? Два разных объекта. Соска – это заменитель... Выплевывает соску, грудь сосет слабо. Ну, какой возраст у ребенка? Ну, смотрите, грудь сосет слабо, молоко идет тяжело, например, да, нужно, вот сейчас подробно нужно, молоко идет тяжело или молоко идет быстро и легко. Я подозреваю, что здесь молоко надо высасывать в какой-то такой достаточно сильный такой... Ну, ребенок должен сделать как будто бы такую суперсильную попытку, то есть он как бы должен много трудов приложить, смотря как идет молоко. У всех молоко идет по-разному. У всех по-разному работает грудь, и разное количество молока в груди. Слабо сосет, такое ощущение, что нет молока, или молоко идет медленно или плохо. И тогда, ну, как бы материнская задача, как мне кажется, ну, вот извините, разрабатывать грудь, то есть как коровам разрабатывают грудь. Ну, стимуляции, то есть доят. Вот чем раньше, я не знаю, занимаются ли сейчас в роддомах медсестры. Я когда рожала в далеком девяносто восемьдесятдесятом году, нас заставляли без конца сцеживаться. То есть входит медсестра-орожница, что делаете? Спите? Ну-ка все сцеживаться. То есть это ну-ка все сцеживаться, это была такая вот команда, да, то, что мы там были должны делать. Разрабатывали грудь, нацеживали молоко, как бы прибавляли молоко, то есть вот делали вот эту, ну, не очень приятную, так скажем, работу. Делали ее просто вот, первую неделю делали ее нон-стоп. Я не знаю, у кого какой опыт, извините, конечно, за такую сейчас тему телесную. Что сейчас в роддомах происходит, я не знаю, если их выпускают на третий день домой, вряд ли получают они какое-то в этом смысле вспоможение. Что делать с грудью-то, если там мало молока? Вы делитесь, у кого есть опыт. А насчет соски, насколько я помню, к соске приходилось приучаться, потому что соска не грудь. Ребенок четко разницу между соской и грудью знает. Грудь пахнет, грудь сладкая, грудь какая-то на вкус. Соска – это силикон, это, в общем, совсем не грудь. И, ну, ребенок не дурак, она пустая. Соска хороша на, знаете, если ребенок кусает грудь, вот дать ему что-то покусать в этом смысле, да, то есть, ну, дать покусать эту соску. Провоцировать ребенка, стимулировать ребенка сосать соску. Я... В принципе, мы, Марин, мы предложили достаточно понятную стратегию, и вот она комментирует, что да, именно так и было. Вот, может быть, мы можем продолжить. Именно акцент был на психосексуальном развитии, о чем это может идти речь, но вот, может быть, и появились какие-то идеи после вашей лекции. Вот, есть еще вопросы. Давайте я озвучу, вы выберете, как мы будем отвечать. Значит, давайте начнем с ранних... Так, вот Марина спрашивает, чем отличаются пациентки с поздной анорексией, манифестация ближе к менопаузе, если вот отличие от подростковой периоды. Знаете, честно, не встречала таких пациенток манифестация анорексии ближе к менопаузе. Вот у меня такого клинического опыта нет. Нет, ничего не скажу, могу ближе к менопаузе, если здесь кодовым словом может быть менопауза. То есть, кстати, менопауза, как и циклы, это отдельная тема у женщин с расстройством пищевого поведения, они все очень, как правило, реагируют на циклы. У меня есть клиентки, которые утверждают, что они ощущают овуляцию, когда происходит овуляция. То есть, они ощущают в теле, когда яйцеклетка выходит, куда она там выходит и прикрепляет, извините, я не знаток гинекологии женской. Но они ощущают и четко знают, что в эти дни они могут забеременеть, они свою овуляцию ощущают. Но у них у всех, как правило, крайняя чувствительность к ПМС, высокий уровень ПМС преднеструальный синдром. То есть, вопрос женской возможности родить, забеременеть и родить, он такой очень болезненный. И я могу себе представить, что если такая клиентка дошла до менопаузы, и она сталкивается с еще одним нарциссическим кризисом женским, когда женщина больше не может забеременеть, больше не может родить, все, она как бы становится бесплодной, то она может там может манифестировать в общем все, что угодно, наверное, даже анорексия. Но, как правило, то, что мы знаем из такой клиники, обычно повышенная тревожность. Здесь женщинам на паузу, что выписывают? Грандоксин, успокоительный препарат, чтобы их не это самое, не колбасило. Потеря фертильности. Это потеря женской короны. Может быть, может провоцировать, все, но у меня не было такого клинического. Ничего не скажу. Спасибо. Мне кажется, да, какие-то идеи будут. Еще вопрос. Защита от одипальных желаний и от обоих родителей. Это значит плохой контакт с обоими родителями? Нет. Нет, это защита от одипальных желаний. Страх первосцены, это страх столкнуться с сексуальностью, страх столкнуться с этой сексуальной силой. Она уже у ребенка бьет вовсю. Она бьет. У мальчика есть эрекция, когда мальчик сосет грудь у младенца. Там как бы либидо просыпается рано, оно просыпается с рождения, в общем-то. И когда мы говорим о орально-садистической фазе, это работа либидо. Она так через рот выходит. Я думаю, дело не в отношениях, а дело конкретно вот в этой семье, о фантазиях ребенка, о фантазиях о его первосцене, что там происходит у родителей в спальне. Вот это его пугает скорее. Так, есть еще вопрос. Какой примерно срок психоаналитического лечения компульсивного переедания? Часто задают вопросы о сроках. Можно ли что-то? Сейчас расскажу следующую клиническую виньетку переедания. Клиентка находится на терапии три года уже. Какой срок психоанализа? Знаете, с чем входить в психоанализ? С каким расстройством? Вот мы на нашем учебном курсе говорили о том, что очень много клиентов с пограничным пограничной организацией личности. Вот клиента с пограничной организацией личности вы вылечить не можете. Вообще, в принципе, забудьте про то, что вы можете ему вылечить. Вы можете ему облегчить жизнь. Вы можете сделать его жизнь чуть-чуть более адаптивной, чуть-чуть более переносимой. Но интересно, что они часто демонстрируют, знаете, что они ходят на терапию и ничего не происходит на терапии. Но они уходят в терапию и симптом пропадает. Ну и они разбираются с симптомами. Вот что интересно. И тогда вопрос, как бы эта терапия помогла или она сама там отпала. Я считаю, что это работа терапии. Просто клиент противился тому, чтобы симптом исчез на терапии. Демонстрируй свой конфликт. Мы тоже будем про это на курсе говорить. Такие клиенты часто выплевывают терапию. И они занимаются этим на терапии. Им важно отвергать родительскую фигуру. И заниматься этим бесконечным отвержением. Как одна мне клиентка сказала, я часто привожу в пример, мне важно, чтобы я все могла есть, и чтобы мне за это ничего не было. Вот что она хочет. Она демонстрирует в каком-то смысле эдипальный конфликт. То есть нет закона, которому я хочу подчиняться. Я хочу, чтобы не было закона, чтобы на моем теле законы не работали. То есть закон с переданием какой? Как бы если хочешь быть стройной, надо есть поменьше, прыгать побольше, как говорила Майя Плесецкая в ответ на то, как вы сохраняете вашу фигуру. Говорила просто, очень просто. Вот. Но клиентки, они, когда у них есть возможность, а в психоаналитической терапии у них есть такая возможность говорить про это без конца, и демонстрировать это, и этот конфликт разворачивать. Они говорят, вот я хочу, чтобы этого не было, чтобы я ела все, что я хочу, но чтобы мне за это ничего не было. Вот. И поэтому на терапии может ничего не происходить. И вся собственно терапевтическая ценность в том, что она это осознает на терапии. И она это без конца разыгрывает и разыгрывает, разыгрывает. Если мы этот конфликт можем разрешить, она уйдет с терапии, и она перестанет есть, если она его разрешит. Но сколько ее займет разрешение конфликта, зависит от того, какая пациентка вошла, зависит от того, как она ходила на терапию, какое было сопротивление, какой был терапевтический альянс. То есть здесь нет протокола, что за 12 сессий можно вылечить или за 25, или там 3 года надо ходить. Ну, к аналитикам норма такая, 250 часов. Хотите быть психоаналитиками? 250 часов отходите на терапию. Будете называться психоаналитиками? Ну, можете называться психоаналитиками. И еще не факт, что мы за 250 часов подлечили себя, мы что-то поняли про себя, но есть и курящие аналитики, и аналитики с заиканием, и с нервным тиком. То есть, ну, не хватило. Глубже, глубже истории. это не значит, что психоанализ плохой, так долго дорого стоит, так долго на него надо ходить. А это значит, что он идет вглубь. Он работает самой глубиной. Можно научить человека не моргать, отучить от нервного тика. Можно, но вы знаете, что после этого бывает с детьми. У них, как правило, открывается другая симптоматика. они что-то начинают другое делать. Они как-то проявляются симптомами через другой орган. Ну, вот, кстати, теория влечения говорит о том, что влечение привязывается к какому-то определенному органу, и через этот орган себя выражает. И оральное влечение, это влечение прицепленное к рту, привязанное, зафиксированное даже не столько к рту, сколько к слизистой оболочке, к раздражению слизистой. Ее постоянно очень важно раздражать. Нужно ли давать ребенку соску? Мы провоцируем вот это бесконечное раздражение слизистой. Курение – это оральное влечение. Это палочка, которую мы запихиваем и выпихиваем, мы солим. Это оральное влечение. Хотя это не приедание. Так, кто еще с вопросом? Да, спрашивают, говорят, что спасибо за глубокий ответ, и спрашивают, пищевой аллергии лечится ли она психоанализа? Какой возраст? Да, аллергия, психосоматическая, как бы, да, большая, что там, пятерка психосоматических заболеваний, тоже есть хорошая книга, Гидианзио, нет, подождите, Хорхе Ульрих, кожа в психоанализе. Вот, пожалуйста, все про кожу. Мокнущая кожа, тонкая кожа, кожа, как очень тонкая мембрана, кожа, которая не может вынести давление извне или давление изнутри, психоанализ занимается кожей, да, и про пищевую аллергию у детей, ну, есть такая точка зрения, что это телесная психосоматическая реакция ребенка на мать, которую он, извините, не выносит, и он это может показывать через кожу. Но это сложный вопрос, знаете, здесь сейчас легко накидать таких стигм, да, сейчас стигматизировать, накидать каких-то таких обвинительных каких-то заявлений, можно этим заниматься, сложно, вообще существует целая школа, и французский психоанализ занимается психосоматозами, поэтому, да, ну, все психосоматические заболевания, это длительный анализ, потому что мы считаем, что психосоматоза, это довербальная фаза, это то, что до того, когда у ребенка появилась речь, поэтому до этой довербальной фазы нужно туда добраться еще больше времени, еще больше психоанализов. Ну, в принципе, дошли к нашей теме, приблизились к довербальным конфликтам, вот у меня сейчас вопрос, мы сейчас продолжим с ответами в чате, либо вот закончим клиническими случаями, потому что времени вот совсем немного осталось. Ну, как вы, как аудитория? Мне кажется, если всегда хорошо поговорить, тогда попрошу вас отключить презентацию. Хорошо, давай. У вас было видно. На клинических винеток у нас будет на теоретическом модуле больше, чем достаточно, поэтому... Напомню, что теоретический модуль будет 11 февраля, мы продолжаем защиты, контрперенос, мне кажется, будет интересно. Так, вопрос, как продолжаем психосоматику, как понять, что это именно психосоматика и помогает ли в этом психоанализуя? Мне кажется, вот уже Марина частично ответила, мне кажется, с этим понятно. Да, секунду, как понять, что это психосоматика? Смотрите, конечно, первичное обследование у врачей необходимо, то есть орган больной или орган не больной, да, и психосоматика это когда орган не больной, но он себя проявляет через симптомы, то есть нет органических повреждений этого органа, он как бы не болен, но он дает очевидную телесную симптоматику, и врачи, как правило, все в один голос говорят, слушайте, все анализы нормальные, МРТ нормальные, значит, кардиограмма нормальная, и со своей аритмией, пожалуйста, идите, куда? к врачу, который лечит голову, вот это вот, как бы, вот так это звучит во врачебном диагнозе, все ваши анализы нормальные, ничего не должно вызывать у вас вот этого, чего у вас с вами происходит. Так, есть вопрос на отказ у мужчины от, мужчина, по-моему, при запрос клиента на отказ от курения, какие конфликты исследовать, поскольку, упомянули курение, может быть, еще раз. Что для вас означает курение? А что вы добиваете, что вы, что вы этим курением разрешаете, вот с этого начинать? Что вы получаете, когда вы курите? Что вы не получаете, когда вы не курите? Вот сейчас, когда вы не курите на сессиях, не давайте ему курить на сессиях. Вот сейчас, когда вы тянетесь за сигареты и хотите сигарету, вот что вы сейчас чувствуете? Потому что мы не знаем, знаете как, ну оральное влечение, оно оральное влечение. Но чем оно у него запустилось? гневом на маму, недокормленностью, маминой дефицитарностью. Мы не знаем, у него индивидуальная история. Чем хорош психоанализ, он позволяет глубоко проникать в индивидуальную историю клиента. Как у него это произошло? Потому что мы про это тоже говорили на модуле. Нет единого портрета пациента с анорексией, с булимией или с перееданием. У каждого своя индивидуальная история. У меня там были дальше две виньетки, два нарциссических клиента, ребенок четырех лет и женщина тридцати пяти лет. Один по типу анорексии и ограничительное переедание. Ограничительное поведение, а другая с перееданием. То есть, пожалуйста, в разную симптоматику выливается. И каждый симптом индивидуален. Поэтому начинать с того, что вам дает это курение, что вы чувствуете, когда вы курите, что вы чувствуете, когда вы не курите. Зачем вам это? Зачем вы хотите бросить, что вы хотите получить? А зачем? Почему вы пришли на терапию сейчас, а не 25 лет назад? Почему это стало актуальным теперь? Вот очень много таких. Поговорите просто про это. как бы в режиме свободных ассоциаций. Лягте на кушетку и начните говорить все, что вам приходит в голову. И вот тогда он вам развернет красивую картинку. Как он ненавидит маму и хочет там, или боится стать папой, или боится папиного там вторжения в свое тело. что-нибудь развернет. Да, спасибо, Марина. Спасибо, Зоя, за комментарии. Так, еще был вопрос. Так, так. Как влияет двойное отлучение от груди? Мне кажется, тоже хорошая реестрация конфликта. Как влияет двойное отлучение от груди? Отлучили, а потом не выдержали и снова дали. Мама не выдержала. А зачем мама-то отлучала, если она не готова была отлучить? Вот такой вопрос. Ну, как-то влияет. У него будет какая-то своя история. Я не могу написать вам сценарий, как это все у него там. Ну, как-то, да, повлияет. Смотрите, у него сначала отобрали все такое груди. Первый объект любви. А потом, когда он долго плакал, дали. На какой паттерн можем сразу рассчитывать? Если долго плакать, тебе дадут искомое. Что-нибудь такое. Но я думаю, что очень была тревожная мать вот здесь, которая не выдержала вот этого отлучения. И, конечно, вопрос, а зачем отлучали-то? Отлучаем. Вообще вопрос отлучения, это отдельная история. Слушайте, когда отлучать? Когда ребенок сам уже не хочет? Или когда он начал кусать? И тогда уже маме приходится отлучать. И тогда уже, слушай, хочешь, не хочешь, ты не получишь, ты кусаешься. Ну, какая грудь? Нет, извини, все. Ты взрослый. То есть отлучаем, когда ребенок может выдержать. Так. Ольга, согласна? Есть какие-то комментарии? Так, давайте вернемся к психосоматическим проявлениям. Органические нарушения это тоже уже как следствие? Следствие? Нет, как правило, мы говорим о психосоматике, когда мы не имеем органических нарушений. У человека болит нога, но нам ничего в рентгене не указывает на больную ногу. Вот тогда мы ищем психосоматику. Когда орган говорит вместо, как бы, вместо рта. У меня болят ноги. Почему у вас болят ноги? Я не хочу ходить на эту работу. А, вот она, психосоматика. А не потому, что у меня радикулит. Ну, да, при психосоматозах страдают слабые органы, слабые системы. Рано или поздно они, конечно, могут уже и повредиться. И сами ноги уже там, если мало ходить, то они там, не знаю, артрит какой-нибудь разовьются. Но мы говорим об артрите, который развивается у детей. Слушайте, у детей, у юношей. Вот это психосоматика. Почему у ребенка артрит? Галина. Ну что, благодаря за структурные и ясные материалы, за ответы. Мы все охватили. Скажите, может быть, еще что-то? Ну, можно сейчас поговорить, знаете, про ощущения, про что бы вы хотели сказать. Потому что все-таки дискуссия. Тогда включитесь, скажите что-нибудь, как бы зачем вы здесь, что вы хотите, почему вас эта тема интересует. Получили вы того, что хотели, или что-то хотели другое. А что бы вы хотели получить? Пожалуйста. Спасибо. На зондовое питание, как я смотрю. Так же, как и на гипноз. Насилие. Не решите внутреннего конфликта. Но если человек, человеку нужно спасти жизнь, то, да, зондовое кормление. Слайд литературы показывает. Слайд литературы, да. Алина, я пришлю эту репрезентацию, вы ее куда-то выложите. Да-да-да. Мне кажется, мы можем продолжить. Давайте, кого заинтересовал курс, отметьтесь, пожалуйста, в чате. Там мы подробно разберем фазы психосексуального развития. Мы уже обсуждали, но конфликты обязательно разберем. Да, мы вот на второй модуле мы будем говорить о доедепальных конфликтах. То есть это период симбиоза, сепарации, индивидуации, если по Маргарет Малер. Мы будем говорить о зависимых клиентах. Мы будем говорить как раз о коже и о функции границы в психоанализе и при расстройствах пищевого поведения. И если у меня получится впихнуть в непихнуемое, то я еще отдельно поговорю о концепции Поля Шильдера, образ тела, и поговорю о дезморфофобии, которую часто называют причиной расстройств пищевого поведения. И о совершенно другой концепции Франсуазе Дальто, которая выпустила книгу «Бессознательный образ тела». И вот такие есть, знаете, некие парадоксы, да, тоже с одними и теми же словами называются разные явления. Извините, не слышала, когда вы говорите про гипноз. Я к зондовому кормлению отношусь так же, как и к гипнозу. Это насилие, я считаю. Это не психотерапевтично, но если нужно спасти жизнь человеку, то сначала спасаем жизнь человека, потом занимаемся психотерапией. Поэтому если ребенок пациенту умирает, да, тогда, ну, наверное, зондовое кормление. Коллеги, спасибо за вопрос. У нас будет два дня теоретического материала. На курсе у нас есть часть рефлексии. Без этого никуда. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы будем рады услышать также ваши вопросы, с какими запросами вы работаете у себя в терапии, с чем сталкиваетесь. И, возможно, давайте последние вопросы. Я понимаю, что в онлайн, особенно в чате, это немного медленнее идет. Нужно еще время, чтобы написать. Мы сейчас пришлем ссылку на курс. Вы еще раз посмотрите. И вопрос к Марине. Есть ли аллергия у ребенка 6 лет? Лечить маму? Знаете, 6 лет уже можно лечить ребенка. Причем есть психоаналитики, которые занимаются психоанализом детей. И вообще, надо сказать, что психоаналитики очень успешно занимаются психотерапией детей. Они занимаются даже лечением младенцев. У нас там есть случаи, которые Галина опубликовала, не клинические случаи. Клинические случаи Франсуазы Дальто, которая вылечила от аморексии ребенка младенца, который не разговаривал. Она, поговорив с ним. То есть психоаналитики имеют этот опыт работать даже с младенцами. И уж тем более с 6-летним ребенком, когда он может разговаривать, ему можно запросто отдавать на терапию. Но никто не мешает полечить маму. вообще и в идеале и маму на терапию, и ребеночка на терапию. Если у них, конечно, финансовые условия позволяют, если они вот к терапии, знаете как, если они к ней расположены. Потому что если мама против терапии, смысла тогда все это затевать нет. Она все равно ребенка заберет с терапией, она не даст терапевтическому процессу развиваться. Вот там еще был вопрос. Мальчик 10 лет грызет ручки, карандаши. На какой конфликт обратить внимание? Если вы родители, я бы вам порекомендовала поговорить с ребенком. На что ты злишься? О чем это, когда ты грызешь карандаш? Что ты хотел бы мне сказать? Что может сказать? Что хочет сказать твой род, который грызет карандаш или ручку? Что он хочет сказать, чего не может сказать? Но имейте в виду, родителям часто довольно сложно сказать то, что хочет сказать ребенок. Потому что ребенок хочет сказать «мама, я тебя хочу убить». А он иногда не может это сказать. Он это может сказать терапевту. Ну, я злюсь на свою маму или я злюсь на своего папу. Маме он это никогда не скажет. Поэтому иногда вот эти вот диалоги с детьми, они обречены на провал в каком-то смысле между родителями и детьми. И только терапевт может позволить ребенку сказать несказаемое. Поэтому он грызет ручку. Но да, это какая-то оральная агрессия. И надо уточнять, на что ребенок злится, на кого, на что. Есть еще несколько вопросов кормления грудью у сиблингов. Особенности, где почитать об этом. И потеря матери, когда клиенту было 3 года уже во взрослом возрасте. Как бы вы работали? Потеря матери, клиент страдает хронической депрессией. Да, это очень сложный клиент. Потеря матери в 3 года. Почитайте статью Андрея Грина «Мертвая мать». Начните с этого. Но психоаналитическое лечение хронической депрессии или сложной такой развернутой депрессии, это сложная задача. Это не на один год, я бы сказала, психотерапия. Но да, она, возможно, как бы вы работали? Если у него, возможно, кушетка, я бы его положила на кушетку. Если нет, кушетка невозможна, я бы с ним работала face to face. А все остальное, я бы с ним работала в психоаналитическом подходе. Если он не выдерживает, если вы совсем плохо, если суцидальные мысли при помощи психоаналит и психиатра добавила бы ему антидепрессантов. Потеря матери. Так, и что-то еще было. Да, спрашивают про клиентку 35 лет с анорексией в подростковом периоде, а потом булимия, постоянная борьба с лишним весом. У нас типичная история. Классический треугольник, да. Они так и... Так они... Если они выживают, извините за цинизм, то да, они... Анорексия прозыкает в булимию, а потом в переедание или компульсивное переедание. Лечить. Благодаря... Благодаря... Я считаю, что это, Анита. Ну, сложная очень тема, действительно сложный случай. Марина, благодарим за такой щедрый отклик. Итак, у нас будут... Мы должны завершать. Спасибо за вопросы. Всего не охватишь. Мы обязательно продолжим нашу дискуссию. Вы не переживайте. Получилось очень хорошо, без преувеличения. Я думаю, что будет запись с Мариновой разрешения. Мы ее пришлем тем, кто был. Вот Марина кивает. И даты нашего курса 13... 11 февраля, это пятница, вечернее время с 19 до 21. И 13 февраля мы... Воскресенье мы занимаемся утром с 11 до 2. Пожалуйста, присоединяйтесь. Пишите, кому нужно рассказать об этом подробнее. Если поставите плюсик, то мы обязательно с вами свяжемся после. Ну что же, благодарим. Марина, вы видите в чате. Спасибо большое, коллеги, за ваше внимание. Спасибо за ваши теплые слова. Здравствуйте. Андрей Грин. Мертвая мать. Спасибо и до встречи. Спасибо, что были с нами. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо.